Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, единомышленники и граждане Гисляндии. Сегодня, знаете, мне навеяло такой ролик, запилить интересный, про Путина и Медведева. Да-да, не удивляйтесь, про Путина и Медведева. Но ролик отнюдь не политический. Все вы знаете, что я человек, который обращает внимание, да-да, не удивляйтесь, обращает внимание на детали. Вот, понимаете, вот, ну вот талант у меня такой, обращать внимание на детали. Я вижу своего зрителя, как людей, да, обращающих внимание тоже на детали. Я как бы вас учу, учу обращать внимание на детали. Вот, все вы знаете, что я недавно сделал ролик про Бадюка, в котором я уверял вас, что Бадюк тоже смотрит мои ролики. Поэтому он и купил вот такую вот курточку Top Gun за 25 баксов. То есть человек смотрел-смотрел мои ролики, смотрел-смотрел, а потом так раз, курточка понравилась ему, он пошел и купил. Ну ладно, это как бы Бадюк. Как бы, ну кто такой Бадюк по сравнению с Медведевым и Путиным? Никто. Это приблизительно я по сравнению с Бадюком. Кто я? Никто. Обычный тупой грузчик из Швеции. Вот. Дальше, короче. Ну тут, так как я смотрю, если я смотрю Путина или Медведева, да, я, понимаете, вот еще раз хочу объяснить. Я в политике ничего не понимаю. Ну вот я вот смотрю на картинку и изучаю всегда картинку. Вот как Путин себя ведет, как Медведев себя ведет, да. Вот я вижу, когда Путин врет, да, это видно по его жестикуляции, по его мимике, по его заиканию, сморканию, да, это видно, когда он врет. Потому что я его достаточно долго изучал, скажу вам честно, очень долго, на протяжении 12 лет. Вот. Но, опять-таки, я не буду катить бочку на Путина сегодня, потому что у вас начнет бомбить пукан. Поэтому о политике мы говорить сегодня не будем. Мы будем говорить о обращении внимания на детали, сука. Так вот, недавно по телеку я видел Медведева. Короче, где-то он шел в таком пальтишке, да. Как бы пальтишка и пальтишка, да. Такой Медведев, да, с короткой шеей. Все, все как бы, ну, все как бы и должно быть. Если бы не одно но. Помните, в своих старых роликах я вам показывал свое пальто Гант? Так вот, вот, Медведев шел в пальто Гант. Вы представляете, Медведев, который был президентом России, ходит в пальто Гант. В том же пальто, что и тупой грузчик из Швеции. Ну, как это возможно? Ну, как? Ну, это еще все херня. Ладно там, какой-то Медведев ходит в пальто Гант, как какой-то грузчик из Швеции. Так нет, нет же. И Путин туда же полез. Они что, мои ролики тоже смотрят? Я не понимаю. Вот реально говорю, я не понимаю. Они должны тоже смотреть мои ролики. Если начали покупать как сумасшедший Гант и Корнелиане. Короче. Путин, по-моему, 19 декабря, у него была пресс-конференция, что ли он там на вопросы отвечал. И он сидел в темно-бордовом галстуке, в светлой рубашке и в темном пиджаке. На рубашке были фантастически красивые запонки. Или запонки, как правильно сказать, не знаю. Фантастически красивые, золотые. Очень дорогая фирма. Но об этом в другом ролике. Но пиджак, пиджак у него был Корнелиане. Понимаете? Пиджак у него был Корнелиане. Сука, хотел сказать пинжак. Потому что у нас в Анно-Франковске говорили пинжак. Вот, короче. Так вот, пиджак у него был Корнелиане. То есть, у меня складывается реально впечатление, что и Медведев, и Путин, и Бадюк смотрят тупого грузчика из Швеции. Но если они одеваются, как я, как тупой грузчик из Швеции, то почему они одеваются, как я? Потому что они смотрят мои ролики. Я про Бадюка говорил, говорил в роликах своих. Много говорил, много говорил. Вот он пошел и куртку купил. Про Медведева говорил, говорил. Про Путина говорил, говорил. Вот они, сука, ходят. Один ходит в Ганте, в пальто, как у меня. А другой, правда, не в пальто, а в пинжаке. Но в Корнелиане. Понимаете? В Корнелиане. Корнелиане это вообще очень редкая фирма. Корнелиане это вообще очень дорогая фирма. Так что что-то получается? Что грузчик в Швеции на том же уровне одевается, что президент России? Вот вы мне объясните в комментах, пожалуйста. Или это у меня глюки, или у меня с башкой не в порядке. Или это случайность. Нихера себе три случайности за пару дней. Бадюк, Путин, Медведев. Ну, нихера себе случайность. А если я скажу, что завтра самолет, большой самолет, большой, маленький не считается. Если завтра самолет рухнет где-нибудь в мире. Ну, скорее всего, не в мире, а скорее всего, в России рухнет. Что, тоже случайность? Вот мне навеяло, что рухнет самолет. Завтра, послезавтра. Опять накаркало. Ладно, короче. А, доказательства-то еще надо предъявить. Вот, смотрим доказательства. Две штуки пальто. Вот Корнелиане. Вот Гант. То есть, если Медведева увидите в пальто, то обязательно обращайте внимание, вот на воротничок, бархатный воротничок. Вот. И такой специфический материал такой, знаете. Это не кашмир, это совсем другой материал такой. Он типа как штанина. Это фирма Гант. Вот в этом пальто вот ходит Медведев. Здесь вот такие вот четыре пуговицы, которые пришиты рядом. Ну, небольшой разрезик и четыре пуговицы, пришитые рядом. Вот так вот оно смотрится внутри, это пальто. Тут, конечно, изумительная обработка. Все. Вот. Вот. Я думаю, Медведеву нравится такое пальто. И, скажу честно, мне тоже нравится. Вот. А вот фирма Корнелиане. Путин сидел в пиджаке Корнелиане. Вот. Почему? Потому что только у Корнелиане пять пуговиц, которые заходят одна на одну. Видите? Вот так вот. То есть, если у Ганта они просто рядом, да, так по простенькому, то у Корнелиане они заходят одна на одну. И еще обратите внимание. У Ганта они просто пришиты, да. Разрез идет вот здесь вот. И они вот просто пришиты, да. А у Корнелиане разрез идет здесь. Пуговицы пришиты одну на одну. И еще такая вот. Как бы здесь такие разрезы. Разрезы вот эти вот полосочки идут. Но это как бы бутафорская. На самом деле там не разрезы. Просто нитка так идет. И создается иллюзия маленьких разрезов. Вот, ребята. Поэтому, видите, то есть оба президента одеваются точно так же, как простой тупорылый грузчик из Швеции. Ну вот, короче, вот такие вот доказательства. Пожалуйста, напишите вы в комментариях уж, что вы об этом думаете. А если вы не видели пинжак Путина на пресс-конференции, ну, на Ютубе посмотрите или где-нибудь там, да, в компе найдете. И обратите внимание на запонки и на пуговички у него на рукаве. Это Корнилиане, ребята. Корнилиане. Вот.